27 мая 2019 года Хочу вам сказать, друзья, во первых строках моего вам ролика, хочу сказать, что Крым, насколько я понимаю, первым выйдет из повиновения у нашего Кремля. Он, собственно говоря, никогда особо не повиновался, но сейчас настали такие времена, что Крым вообще перестанет повиноваться. У него свои законы, он живет по чисто бандитским законам, там правят бандиты. Если бы вы знали, какие в Крыму творятся дела, ну, наверное, бы никто из вас не поехал в Крым на отдых. Роспотребнадзор сообщает, США планировали создать в Симферополе биолабораторию. Когда идет такое вранье, когда идет узаканивание, наверное, этой самой биолаборатории, ну, возможно, какой-то скандальчик получился с этой биолабораторией. И сразу на США. Все смахнули на США. У меня есть статьи за 2011 год, за 2012 год, за 2013 год. В журнале «Президент, парламент, правительство» я печатала эти статьи о том, что в Крыму находятся биолаборатории и покрывает их всех, то есть держит в руках под контролем. Они находятся у Анатолия Могилева. Конечно, американцы завозили, да, штаммы и другое биологическое оружие военное. И по этому поводу был большой скандал 2006 год. На эту тему у меня тоже есть статья. Как раз об этом самом, о противостоянии жителей полуострова биологическому оружию, которое завезли войска НАТО в Крым. Но эти все контейнеры, которые были завезены войсками НАТО, пароходом, они вдруг исчезли с территории таможни города Феодосии, из порта, из-под контроля. Самое, что ни на есть, надежное место. И оттуда они исчезли в ночь, потому что жители поднялись. И в протестном движении приехал депутат, и выясняли. И там же написано, и он тычет этих самых таможенников. Но ведь вы же видите, вот написано. Биологическое, военное, химическое оружие. Как вы можете его завозить? Это оружие забрал Анатолий Могилев, ну, конечно, с воинскими частями. Он разобрался и разместили в самые глубинные, что называется, места, но вблизи Феодосии. То есть, чтобы недалеко было, и Анатолию Могилеву было подконтрольно. Он сам живет в Коктебеле, улица Ленина, 122. И это он забрал у меня дом на улице Жуковского, 53. Сначала хотели дом подарить ему на день рождения менты. Это такой ментовской подарок. Это как Путин подарил президенту Аргентины воровской подарок с ворованные документы в 1974 году. Подарил. Откуда они у нас? У российских президентов. Так вот он подарил ворованный подарок. На президента Аргентины завели уголовное дело. Теперь она будет отплевываться от этого подарка, что она ничего не знала в ценности этого подарка. Но и сегодня также пытаются отплеваться, опять-таки, все же под кремлевской дланью. И поэтому Роспотребнадзор сообщил, что США планировали создать. Да она уже есть. Она не в единственном экземпляре. Она есть, это биологическая лаборатория. Штаммы все развезли в разные стороны. И в течение этих всех лет, с 2006 года, Крым опыляют. Ежегодно опыляют, когда находятся люди на отдыхе, на пляже. Им же все равно, кого опылять. Которые находятся на пляжах. Их и опыляют с 10 до половины второго. Иногда с полдесятого до где-то часа, примерно так, в небо поднимаются самолеты Ан-2. И опыляют теми штаммами, биологическим, военным, химическим оружием, которые завезли войска НАТО. Так это было и уже в 2014 году, и в 2015, и в 2016. Люди, когда заезжают, они не знают, от чего они вдруг начинают болеть во время отдыха. Все аптеки, конечно, они получают большой навар из-за того, что отдыхающие люди болеют. Ну а кто получает прибыль в карман? Конечно, руководство Крыма получает прибыль. Ну а теперь еще и в Кремль идут отчисления. Так вот, Аксенов теперь взбрыкнулся. То есть, знаете, как вот теленок, я не знаю, или лошаденок. Он просто не хочет надевать на себя ермо и платить постоянно дань Кремлю. Но он хочет сам по себе. Одно дело, его когда-то ГРУ поставили. Ему доверили целую страну. Крым ему доверили. А теперь ГРУшники у него. А чего изволите, с господин Аксенов? Дайте земельку, с господин Аксенов. Это офицеры ГРУ. Противно. Знаете, когда они слюни пускают перед этим самым Аксеном. И дальше давайте я немножко почитаю, как отплевываются сегодня от этой лаборатории, которая существует в Крыму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биологическую лабораторию наподобие грузинского центра Лугара. По словам Поповой, в настоящий момент на территории Украины располагаются 11 лабораторий США, модернизированных за счет денег Пентагона. Так они модернизированные за счет денег Пентагона. Это все наши советские лаборатории. Конечно, они со старым оборудованием. Но у нас любят все, чтобы оборудование лет по 150 служило. И, конечно, когда Украина ушла из-под советского флага, тогда эти 11 лабораторий США взялись модернизировать. Но, опять-таки же, вам не говорят, что это наши биологические лаборатории, которые на территории Украины. Видите, как с больной головы на здоровую перекидывают. Виноваты только во всем США, но только не Советский Союз. Одна из таких лабораторий должна была быть создана в Симферополе. Как она уточнила, когда Крым присоединился к России после референдума, там были обнаружены ящики с биоматериалами, подготовленными к отправке. А в 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции, нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов. Представляете, эктопаразиты в Крыму. Люди, а вы там купаетесь. 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской. Она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу, сказала она. Это вранье. Полное вранье. В сентябре экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что получил от друзей из Грузии документы, первичное изучение которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси могли производиться секретные эксперименты на жителях Грузии. В интервью РТ он заявил, что обратился к властям США с просьбой расследовать законность действий тех, кто работает в американской лаборатории под Тбилиси. То есть все переносите и на Крым так же, друзья. Ведь в Крыму творится то же самое. Вероятнее всего эту лабораторию кто-то раскрыл. Где-то скандальчик образовался. И наши ученые, Роспотребнадзор, они решили вылить это все в печать и сказать, что да, мы же как раз выступили против и мы возмущаемся тем, что была создана биолаборатория в Крыму. Но опять-таки я хочу сказать, она существовала там всегда. Еще со времен СССР. Это первое. Второе. Это биолаборатория. Прекрасно существовала в Крыму. Крым был украинским. Но руководители и советники были тоже из России. Так уж повелось, что основной приоритет отдавался российским ученым, ну, со времен СССР еще. А дальше, вот видите, в 2006 году уже американские войска НАТО завезли уже свои штаммы, вирусы завезли. И эти вирусы использовали на жителях Крыма. А теперь мы говорим, откуда в Крыму корь, откуда в Крыму одни болезни, вторые, третьи. Друзья, вас целенаправленно заражают из этой биолаборатории, о которой я написала докладную записку в 2012 году ФСБ России. Тогда некоторые ФСБшники взялись за дело, решили реки его помогать. Но что толку им дали по рукам в том же самом ФСБ и сказали, не лезьте. Но таким образом эта биолаборатория осталась работать. Аксенов пытается создать свое государство. А свое государство он может создать только тогда силу набрать. Не только ведь ядерным оружием или еще каким-то. Он понимает, что у него этого арсенала полно в Крыму. И никуда оно не делось. Оно затоплено и лежит на дне. Допустим, как в двуякорной бухте, в которую въезд, в которую охраняет целая дивизия во главе с Вовой Белым. Это главный бандит Крыма. И надо проехать сначала через него, а потом попадаешь в двуякорную бухту, где все дно уложено снарядами. Я была там в этой бухте, поэтому могу вам сказать, туда на дно, где лежат снаряды, спускался когда-то стеклянный лифт. Ну а теперь ничего не могу сказать. Наверное, его тоже уже разрушили. Но если Аксенов будет обладать биологическим оружием, которым он может угрожать всему миру, а прежде всего России, первое это заражение с угрозой произвели на территории Армянска. Помните, был большой скандал, когда жители Армянска чем-то опылили, и они не знали чем. А это Сергей Аксенов распылял новый вид оружия, которое он опробовал на жителях Армянска. И тем самым угрожал России, что он не будет подчиняться, потому что у него в руках вот такой вид оружия. Так я обращаюсь сейчас ко всем сотрудникам ФСБ, Кремля и СК. Офицеры, вы себе хоть что-то представляете, что в руках у неадекватного бандита, который прошел все бандитские грядки одну за другой, вдруг появляется биологическое оружие. Но вы сами себе его вырастили, сами на голову посадили себе Сергея Аксенова, повесили ему погоны ГРУ. Хотя как на бандита неграмотного можно повесить погоны ГРУ. Возвращайте мне мой дом в Коктебеле, улица Жуковского, 53. А то я вам еще большие секреты буду открывать. Давите вам на ваши мозги и пятки. Я Таня Карацуба, Сиитбурган.